Азов, расположенный в юго-западной части Донского региона, с каждым годом становится туристически привлекательным для жителей нашей страны. Направляясь на юг к морю, многие останавливаются здесь переночевать, а заодно и посмотреть достопримечательности. Также туристы приезжают Азов специально, чтобы прикоснуться к истории древнего города. Статистический анализ данных за 9 месяцев 2023 года показал, что с целью туризма наш город посетило более 263 тысячи человек. Это участники организованных туров, экскурсионных программ, гости событийных мероприятий, также самостоятельные туристы и бизнес-туристы, зарегистрированные в гостиницах. По итогам года эта цифра будет, безусловно, выше, но мы уже сегодня можем говорить, что поставленный губернатором план «Три гостя на одного проживающего в городе» выполнен. Несмотря на политическую ситуацию, наш город привлекает туристов, которые сегодня выбирают простые радости. Это вкусная еда, достопримечательность и возможность прогуляться по древним улочкам. Главную роль в этом играет Альянс гостеприимства. Сегодня в Альянс входит 19 объектов индустрии гостеприимства. От гостиниц до мастеров декоративно-прикладного искусства. Каждый объект стремится к повышению сервиса обслуживания, к разработке новых и интересных предложений для гостей города. Хочу выразить слова благодарности каждому участнику Альянса за понимание и неравнодушное отношение к нашему общему делу. Только музей-заповедник за прошлый год посетили 223 тысячи человек. В проекте «Тур выходного дня» также весьма привлекательным для туристов стал ресторан, музей «Крепостной вал» и винодельня «Кантина». В целом участники Альянса нашли чем порадовать туристов и за успешную работу были отмечены благодарственными письмами Ассоциации малых туристических городов. Маза, да, ученик, да, скоро, скоро, да. Вы едешь на чай, в сложном грехе. Отдыхает. Спасибо. Мы всегда напомним творческими инициативами. Это все. Спасибо большое. Я хотела бы сказать большое спасибо Катянове Сергеевне за организацию этого альянса. Просто если бы не было ее, не было ей, идей ее же, не было бы этого альянса вообще и в корне не существовало этих достижений. Поэтому большое спасибо за то, что ты есть и за то, что ты всех объединила в одном деле, скажем так. Наш город обладает уникальными туристическими возможностями, а созданный альянс костеприимства помогает оперативно и качественно решать многие вопросы и задачи отрасли. С уверенностью можно сказать, что запланированные на 2024 год проекты будут успешно реализованы командой единомышленников.